Россия причастна к войне в Израиле. Именно инструктора вагнеровцев готовили Хамас к атаке. По данным Центра национального сопротивления, ключевыми направлениями подготовки боевиков стали обучение штурму и применение малых БПЛА для сброса взрывчатки. Пропагандист Соловьев уже начал оправдываться. Меня удивило, как немцы на полном серьезе стали обвинять Россию и Путина в обострении ситуации в Израиле. Ну, хотелось бы сказать, вы для начала посмотрите на себя, кто сотни миллионов евро отправлял Хамасу в Германию, кто сотни миллионов долларов отправлял Хамасу в США. И обучал. И обучал. Об этом и не только мы сегодня поговорим с нашим гостем Сергеем Жирновым, бывшим сотрудником КГБ СРСР и службы внешней разведки РФ Сергей Олегович. Здравствуйте, рада вас видеть. Здравствуйте, Анастасия, привет всем нашим зрителям. Мы не можем не начать с того, что происходит в Израиле, и эта тема на самом деле касается всех. И как мы видим Украину и Россию, даже, возможно, Китая, но в первую очередь Израиля. Нападение боевиков Хамас стало самым разрушительным для страны за последние 75 лет. В Израиле объявили состояние войны. Операцию, которую провели боевики Хамаса, требовала подготовки, и очевидно, что она все-таки проводилась, потому что действия этих боевиков, они были слажены. Действительно ли ЧВК «Вагнер» и, возможно, ЧВК «Редут» готовили боевиков Хамас по приказу Путина? Ну, это, к сожалению, мы узнать пока что не можем. Это пока что, с моей точки зрения, все-таки больше домыслы. Хотя то, что мы знаем исторически, это то, что Советский Союз через свои специальные службы, в частности через ГУ, участвовал в подготовке арабских боевиков и Хамаса, и Организации освобождения Палестины. И других различных террористических организаций. В этом сомнений нет, потому что это исторически заказано в нескольких лагерях, в частности в лагере ГРУ на юге Краснодарского края, в Краснодарском крае на юге России, на юге Советского Союза. Такие лагеря были. Продолжила ли Российская Федерация эту традицию, мы до конца не знаем, мы не знаем точно. И мне кажется, что на «Вагнер» сейчас вешают слишком много всяких вещей. Куда ни глянь, везде «Вагнер» и «Хамас» готовил «Вагнер». Ещё кто-то там говорил про «Вагнер». Мне кажется, что это немножко мифология, конечно. Другое дело, что Главное разведывательное управление Российской Федерации вполне могло участвовать в таких вещах. Но вообще-то у Путина очень хорошее отношение с Израилем и Амином Таньяхом. У них взаимопонимание. Значит, не Таньяхо в принципе не участвует в санкциях против Российской Федерации, не пытается найти каких-то тараканов в голове у Путина. То есть они являются там большими друзьями. Я, откровенно говоря, не очень вижу, зачем Российской Федерации нужно было таким образом испортить отношения с Израилем, если это подтвердится. Потому что у них и так не очень много осталось союзников в международном плане. Если это ещё и такой союзник, как Израиль, уйдёт из Российской Федерации, то это будет, конечно, для них гораздо более неприятно, чем помочь какому-то там Хамасу, которому в принципе никакой выгоды Кремлю от того, что Хамас всё это делает, не получится. Потому что у Хамаса денег своих собственных нет. У Хамаса нет своих собственных денег. Они не производят ничего на этих территориях. Они являются абсолютными иждивенцами, они являются нахлебниками, которые сидят на зарубежных влияниях, вливаниях. То ли это вливание арабских стран, то ли это вливание каких-то других государств, которые поддерживают эти арабские движения. Но сам Хамас вообще нищий, и организация освобождения Паристины нищая. Но она живёт на дотации, там частично ООН им выплачивает. То есть они живут, в общем, на гранты в основном, на вливание из-за рубежа. И поэтому я не вижу, чего бы здесь Путин должен был ловить, какую рыбку должен был ловить. Хотя тональность того, как Кремль реагировал на эти атаки, он их поддержал в принципе. Ну и известно, что традиционно Кремль унаследовала от Советского Союза всякую риторику про сионизм, про израильскую оккупацию, про то, что они бедных несчастных арабов там преследуют и так далее. То есть в этом смысле у Путина довольно странная внешняя политика, потому что с одной стороны он вась-вась с Израилем, а с другой стороны вроде поддерживает всякие террористические группировки. Вот, кстати, по поводу того, что Израиль — это союзник России, тут я с вами не соглашусь. Ну, всё-таки Израиль поддерживает какой-то нейтралитет, проявляет. Но тут, что интересно, вот буквально перед нашим с вами эфиром увидела новость и решила всё-таки её взять, что российская хакерская группировка заявляет об атаке на правительственные системы Израиля. Правительство Израиля, вы виноваты в этом кровопролитии. Ещё в 2022 году вы поддержали террористический режим Украины, вы предали Россию, заявили представителям этой группировки хакерской. Вот как бы вы пояснили то, что они пишут, и действительно ли мог быть этот взлом? Ну, взлом такой потенциальный может быть, это надо проверять, конечно, потому что, вы знаете, в наше время циркулирует очень много информации, совершенно не факт, что вся эта информация правильная, потому что регулярно какие-то вещи происходят и их оспаривают. Вот, допустим, мы видели, что служба безопасности Египта сказала, что она предупреждала Израиля о том, что Хамас готовит на него какие-то нападения, и что они очень удивлены, что израильтяне практически очень пассивно отреагировали на это дело, практически сказали, что нам не нужна ваша помощь и ваша информация. Мы сами с усами, мы сами занимаемся какими-то делами, но занимаемся ими больше на востоке Израиля и на севере Израиля. Хотя израильская сторона немедленно опровергла все эти утверждения, и поэтому вся информация, которая сейчас циркулирует, её всё-таки надо очень аккуратно к ней относиться, мы не знаем, насколько она проверенная. И когда, так сказать, уляжется немножко волна, вот эта огромная медийная, которая поднялась из-за этого, тогда мы будем смотреть, что здесь правда, что здесь неправда. Ещё на что стоит обратить внимание, это на то, что изначально, когда начиналась эта война, была кибер-атака, и были средства рэп, которыми подавляли связь. И тут наши эксперты военные, они тоже говорят о том, что у Хамаса вряд ли бы были эти системы рэпа, и, возможно, с этим им помогла и Россия. Но тут ещё мы вспоминаем, что российские хакеры, они действительно влазили в американские выборы, и они вообще себя очень свободно чувствуют, потому что не учитывают никаких международных правил. Но если мы говорим о России в этом израильском конфликте, понял ли Израиль, что Россия на самом деле может быть пособником террористов? Трудный этот вопрос. Вы знаете, у меня такое впечатление, что Израиль очень боится ссориться с Российской Федерацией. И это понятно, потому что там на четверть или на треть населения израильтян это бывшие выходцы из Советского Союза. Это бывшие какие-то украинцы, у которых остаются какие-то контакты. И они понимают, что это огромная пятая колонна, которая находится внутри Израиля. И, так сказать, ругаться окончательно бесповоротно с Путиным из Российской Федерации Израиль, кстати, не намерен. Я вам напомню, что при том, что эти люди, хакеры, говорили, что Израиль поддержал Украину, я не видел никакой поддержки откровенной Израиля со стороны Израиля и Украины. Израиль участвовал, да, был премьер-министр Израиля или министр иностранных дел, который рассказывал, что он готов участвовать в качестве посредника для того, чтобы заключить договор и так далее. Но Израиль отказывался передавать вооружение в Украине, Израиль отказывался передавать противоракетные, противовоздушные средства в Украине. И в этом смысле я не вижу как раз здесь такого какого-то откровенной поддержки. Ну вот по поводу поддержки Израиля, то единственное, что они открыто нам помогли, это гуманитарная помощь. Действительно оружия не было, и они якобы боялись, что оно может потом попасть в руки Ирана. Но видим, как сейчас ситуация развивается, что, наверное, всё-таки их оружие может попасть в руки Ирана, но уже от боевиков Хамаса. Кстати, Путин, недавно выступая на форуме Валдай, он сказал, что если у Украины не будет оружия, если прекратить все поставки, то наша страна упадёт за неделю. И буквально на следующий день мы уже увидели спецоперацию Хамаса против Израиля. Кстати, она произошла ещё и в день рождения Путина. Но вы видите здесь какую-то цепочку. Я имею в виду, что впереди зима, а значит, России, возможно, даже выгодно спонсировать этот конфликт, чтобы сместить внимание с Украины? Потенциально, конечно, России это может быть выгодно, потому что она надеется, что Соединённые Штаты Америки, которые будут помогать Израилю, они таким образом будут меньше помогать Украине. Потому что скажут так, что у нас бюджет не резиновый, и поэтому мы не можем огромные суммы добавить ещё и на помощь Израилю. Вот на это, конечно, ставка Российской Федерации безусловно есть. Но, в принципе, я считаю, что и с другой стороны ещё этот конфликт, почему выгоден Российской Федерации? Потому что он отвлекает внимание публики широкой, международной общественности от украинской войны. Потому что, конечно, за последние двое суток про Украину говорят меньше. Сейчас в основном все горячие новости идут из Израиля, потому что очень напряжённая обстановка, большая неизвестность. И вот на это Россия может делать ставку, конечно, что это будет отвлекать и силы, и средства, и внимание общественности на другой конфликт. Точно так же, как, кстати, до этого отвлекалась ещё в течение некоторого времени на Нагорный Карабах. То есть любая горячая точка, которая добавляется сейчас на планете, она, конечно, интересует Россию, потому что таким образом просто внимание не железное, и, так сказать, часы не резиновые. Поэтому информационные каналы, конечно, не могут добавить в свою сетку вещаний ещё и отдельные часы, чтобы говорить про Израиль. Поэтому, безусловно, конечно, что-то идёт вместо. Да, значит, вместо Украины теперь идёт Израиль по каким-то каналам, в том числе там в Америке, например, сейчас очень это активно, потому что там очень большое израильское лобби, большое иммигрантское лобби, большая еврейская община в Соединённых Штатах, во Франции тоже самое и так далее. То есть в этом ставка, конечно, у Путина есть, безусловно. А вот, кстати, что французские СМИ говорят об Украине или уже ничего? Нет, а сейчас по французским средствам массовой информации главная тема – Израиль, безусловно. И единственное, что вообще Украина с французских средств массовой информации практически ушла, за исключением одного канала, который называется LCE. Он входит в группу TFA LCE. Это, значит, первая кнопка телевидения, частного телевидения. Вторая, и третья, и четвёртая, и пятая кнопки – это государственные кнопки, шестая тоже частная и так далее. Но среди четырёх основных телевизионных компаний, которые вещают новости 24 часа в сутки, они, значит, практически только одна компания LCE осталась, которая сделала редакционный выбор рассказывать об Украине. И она рассказывала об Украине очень много. Она практически целый день говорила об Украине. И только тогда, когда какие-то отдельные события проходили либо во Франции, либо ещё где-то, она добавляла немножко, там, часик второй-другой на эти события, а в основном постоянно говорила об Украине с приглашением большого количества экспертов и так далее. Вот сейчас, вот с тех пор, как началась эта атака Хамаса на Израиль, практически все наши каналы говорят только об Израиле. Но когда это более-менее устаканится, успокоится, мы будем смотреть, как это есть. Но в любом случае Украина вот из этих четырёх компаний только одна говорила постоянно. Ещё одна компания государственная, Франсанфу ТВ, говорила довольно регулярно про Украину, но не целыми днями, то есть не круглосуточно. А две другие остались, уже практически очень мало говорили про Украину и говорили только тогда, когда что-то такое сверхъестественное происходило, и тогда они упоминали это. То есть, в принципе, тема Украины во французских СМИ, конечно, по сравнению с тем, что происходило шесть месяцев тому назад, а тем более год назад, чрезвычайно потеряло, не скажу актуальность, но потеряло освещение. Главное управление разведки сообщает о том, что Россия передала боевикам Хамас захваченное во время боевых действий Украине трофейное оружие, и таким образом оккупанты планируют дискредитировать Украину на Ближнем Востоке. Следующим по плану россиян шагом должен стать фейковые обвинения украинских военных в продаже западного оружия для террористов на регулярной основе. И, кстати, такие сообщения уже, к сожалению, появились. Вот предлагаю послушать, что говорит советник главы так называемой ДНР. По иронии судьбы, именно Израиль вместе со своими коллегами из НАТО передавал еще недавно Украине различные виды вооружений, которые в том числе были перепроданы украинскими военнослужащими, украинскими военными чиновниками различным террористам по всему миру, достаточно в больших количествах и абсолютно бесконтрольно. И вот по иронии судьбы сейчас в израильских солдат стреляют их же оружием. И оружием, которое было передано в свое время Украине из НАТО. Вот как вы прокомментируете это, и как подобные сообщения и фейки, которые сейчас действительно очень много пишет российская пропаганда, могут повлиять на помощь Украине? Ну, это явный совершенно фейк, это явная совершенно ложь. Другое дело, что, скажем так, на людей, которые принимают решения, это не влияет, потому что они знают, как состоит дело на самом деле. Они знают, у них есть контроль за тем, что передается Украине. Они знают, что Украина в этом смысле абсолютно прозрачная. Она сказала, что мы предоставим всем нашим западным партнерам столько прозрачности и столько контроля, сколько они захотят. То есть американцы даже могут послать своих представителей, и все страны, которые передают нам вооружение, они могут иметь даже контролеров своих, чтобы смотреть, куда эти вооружения используются и так далее. Но, безусловно, российская сторона ведет информационную борьбу, и она, конечно, запускает эти фейки. Но адресатами этих фейков являются не люди, которые принимают решения о том, передавать Украине помощь военную или нет, а общественное мнение в странах, которые, так сказать, поддерживают и не поддерживают. Потому что эти люди не имеют возможности перепроверить. У этих людей довольно часто развиты всякие комплатистские воззрения, и они с большой охотой верят во всякие теории заговоров, в коррумпированность и так далее. И вот на этих людей такие фейки могут иметь воздействие. Но надо вести контрпропаганду, надо просто украинским, кстати, средствам массовой информации, украинским властям активнее, зная, что такая пропаганда ведется, активнее ее опровергать, активнее предоставлять аргументы, что такого быть не может, потому что Украина на себя берет обязательства перед людьми, которые ей оказывают помощь, и в том числе военную помощь. Но, видите, здесь проблема заключается в том, что всегда гораздо проще людей сначала оболгать, извините, оболгать и измазать грязью, чем потом этим людям оправдываться и говорить, что все это не так, и что все это ложь. Мы, конечно, работаем на регулярной основе с этими опровержениями фейков, потому что действительно очень много, и пропагандистская машина Российской Федерации, она на самом деле очень огромная, они стараются, много пишут, и, к сожалению, многие ведутся на эту пропаганду. Но что касается общественного мнения, это по поводу того, что вы говорите, принимают решения власти. А вот, например, выборы же в других странах тоже на кону. И как это будет влиять на то, что если власть поменяется? Да, конечно, вот это как раз и есть главная опасность потенциальная, потому что как раз избиратели, то есть вот широкие массы людей, которые голосуют, если до них доходят какие-то неприятные какие-то сведения, то это может сыграть негативно на выборах. И мы знаем, что, так сказать, луги, которые работают в пользу Российской Федерации, они довольно активны, в том числе на выборах в европейских странах. В будущем году у нас выборы в Соединённых Штатах Америки президентские. То есть на самом деле это непростая проблема, и это серьёзная проблема, над которой приходится работать, и в том числе и в Украине, для того, чтобы разъяснять, так сказать, настоящую ситуацию. И это непросто, да, это непросто, потому что, к сожалению, мы понимаем, что Российская Федерация в этом смысле. Они сначала, конечно, проигрывали очень сильно эту войну пропаганды, эту информационную войну. Мы знаем, что вот президент Зеленский своими выступлениями, своими поездками, он значительно перебивал, конечно, так сказать, внимание публики на Украину, но соединением Российской Федерации тоже учится и делает работу над ошибками, и действует гораздо более активно всякие свои средства массовой информации и пропаганды для того, чтобы распространять различные фейки. Ну вот, кстати, то, как это потом влияет на то, кто окажется у руля, потому что Словакия, она якобы уже заявила о том, что прекращает свою помощь Украине после победы пророссийского ФИЦа на выборах. Ну, как будет далее, мы думаем, что наша дипломатия, она работает над этим, и удастся как-то договориться, чтобы помощь все-таки была. А вот по поводу помощи Израиля еще несколько вопросов. Ранее ходили слухи, что якобы Израиль не передавал Украине оружие, потому что были договоренности, то есть нет поставок Украине оружия, нет поставок оружия из России Хамасу, и значит нет атак на Израиль. Ну, была еще одна версия, что Израиль боялся, что их оружие попадет в руки Ирана, и если же эта договоренность, она уже уничтожена, потому что мы видим, война началась. После завершения конфликта, как вы думаете, позиция Израиля может измениться по поводу Украины? Позиция может измениться, но проблема заключается в том, что у Израиля, который сейчас находится в состоянии войны, то есть который объявил себя в состоянии войны с Хамасом, ему самому нужно обоих оружия, ему самому нужны свои вооружения, и когда ему так нужны свое оружие на своей территории, я не думаю, что у него появится больше возможности передавать какое-то вооружение Украине. Вот в чем проблема. По поводу того, что говорят страны НАТО, разделились на самом деле мнения. Президент Турции Эрдоган заявил, что необходимо создать независимое палестинское государство со столицей в Иерусалиме. Как вы считаете, будут ли другие страны брать во внимание то, что говорит Эрдоган? Ну, это история давнишняя, это не от Эрдогана зависит, это, в общем, давнишний подход. Какие-то страны поддерживают сторону Израиля, какие-то страны поддерживают сторону арабских стран и организации освобождения Палестины. Вот, допустим, Франция традиционно поддерживает больше арабскую сторону, чем израильскую. Хотя, так сказать, у французов есть и та, и другая связь и с той, и с другой стороной. Но, так сказать, исторически, вот это ещё и идёт от Франсуа Миттерана, от социалистов, которые, поскольку они социалисты и левые, они всё-таки больше поддерживали Палестину, чем Израиль. Вот, и поэтому здесь от Эрдогана, я думаю, вот от того, что именно он сказал, я не думаю, что это станет каким-то камертоном для западного мира, потому что все, в этом смысле, все большие, все взрослые, все знают сами, что им нужно и как самим реагировать. Другое дело, что выбор за каждой страной есть суверенный, и каждая страна может поддерживать, имеет право поддерживать как одну, так и другую сторону. А что, кстати, Китай? Он может на этом фоне начать какие-то провокации относительно Тайваня? Китай с Питой ждет момента, когда ему удастся проявить какие-то провокации против Тайваня. Он, кстати, абсолютно не скрывает это. То есть он сказал, что это его политика, и то есть рано или поздно все равно Тайвань будет китайским. Это, так сказать, стратегическая задача. И в этом смысле Китай, конечно, ждет выгодного момента, чтобы все были отвлечены на какие-то другие задачи. И в этом смысле он может, кстати, счесть, что, с одной стороны, Соединенные Штаты Америки сейчас поддерживают Украину. Если они еще вдобавок к этому вынуждены будут задействовать военную помощь и финансовую помощь Израилю против арабских террористов, то Китай может сказать, что, возможно, у них не хватит средств и сил для того, чтобы отсматривать еще то, что происходит там в Юго-Восточной Азии. Но в этом смысле не надо недооценивать тоже, потому что Соединенные Штаты Америки имеют несколько флотов, в каждом океане у него есть свой флот, и Соединенные Штаты Америки имеют огромный военный бюджет, который, кстати, бюджет Пентагона больше всех военных бюджетов всех остальных стран мира вместе взят. Вот по этому поводу у него хватит средств и на Китай, и на Тайвань, и на что угодно. Азербайджан и Турция воспользовались тем, что Россия была ослаблена, и, как мы видели, провели блестящую военную операцию. За сутки они разбомбили все военные цели в Нагорном Карабахе, и оттуда убежали 100 тысяч армян, и таким образом для Азербайджана проблема карабахская, по крайней мере, на некоторое время решена. Другое дело, что этот конфликт нельзя рассматривать как полностью решенный, пока не будут подписаны мирные соглашения, пока все стороны не признают результаты такого разрешения конфликта и так далее. Но все, кстати, сейчас понимают, что, в общем, поскольку мир прикован, внимание мира приковано какой-то одной проблеме, возможно, могут посчитать, что это вероятность есть урегулировать какие-то свои старые конфликты в надежде на то, что все будут отключены основными и никто не заметит, что там происходит на периферии. Я вообще опасаюсь допустим, конфликта Северная и Южная Корея, потому что он же тоже замороженный конфликт, нерешенный конфликт. И в этом смысле, конечно, мир сейчас у нас становится опаснее Но другое дело, что надо понимать, что Израиль это все-таки крупная страна с большим вооружением, которое, конечно же, с террористическими группировками может справиться довольно легко. Самая проблема в другом. Проблема в том, что эти группировки не военная сила, то есть это не армии. Там нет никакого фронта. Вот в этом смысле Украине, кстати, с Россией гораздо проще, потому что, по крайней мере, Украине с Россией все понятно, вот есть фронт, вот по другую линию фронта есть противник, и все. И идет такая классическая война в этом смысле. А вот у Израиля война террористическая, то есть война больше третьего тысячелетия, это война больше смешанная, где террористы смешиваются с мирным населением. В секторе Газа, кстати, это одно из самых густонаселенных мест на планете, и поэтому Израилю довольно тяжело там решать свои проблемы, потому что есть, так сказать, сопутствующие жертвы среди мирного населения, которые могут быть очень-очень значительны. И, кстати, эти боевики всегда этим пользовались. Сергей Олегович, а вот вы, как бывший разведчик, можете нам объяснить, а почему не сработала разведка Израиля? Ну, во-первых, мы не знаем, сработала она или не сработала, потому что мы знаем, что Израиль был застегнут врасплох, но когда идет разговор о разведке, не нужно никогда забывать, вот именно как бывший царь разведки, я вам должен сказать, что разведка является тем более же исполнителем, разведка поставляет разведывательные данные, поставляет данные политическому руководству страны. Что затем политическое руководство страны делает с этими данными, это разведка контролировать не может. То есть разведка может все рассказать правильно, а затем кто будет принимать решение, как использовать эти данные, какие выводы из них надо делать, какие меры надо предпринимать, чтобы, так сказать, пытаться нейтрализовать те угрозы, о которых расскажет разведка, об этом мы не знаем. Поэтому никто не может сказать, что на самом деле произошло. Это внутреннее дело Израиля. Это секретный, это военный секрет тоже. Я так думаю, что мы не скоро узнаем на самом деле, что там произошло. Давайте с вами обсудим еще одно событие. Это день рождения Путина. Судя по всему, его никто не убил. Если вам известно, на самом деле сколько лет ему исполнилось и кто его поздравил или он не праздновал? Сколько лет ему исполнилась эта история, так сказать, известная. Есть две версии. По одной версии, по официальной, ему исполнился 71 год. По неофициальной версии, в результате расследования одной известной польской журналистки, ему исполнилось 73 года. То есть он на два года старше, потому что там совсем у него другая другое детство и другая детская история до переезда в Ленинград, то те родители, которых выдают за официальных родителей Путина, они на самом деле являются приемными его родителями, дальними родственниками его настоящей мамы. Если это все правда, то вот его настоящая мама, кстати, в возрасте 97 лет, совсем недавно умерла, где-то, по-моему, то ли конец августа, то ли начало сентября. Ну, в общем, эти версии существуют. И вот то, что я слышал про расследование этой польской журналистки, в общем, там похоже, что это довольно серьезно было сделано. И, кстати, довольно серьезные средства массовой информации интересовались этим расследованием. В частности, мы знаем про расследование, которое пытался провести Боровик из конгломерата совершенно секретно. И в результате, то ли из-за этого, то ли не из-за этого, погиб сам тогда, когда вроде бы летел в Грузию для того, чтобы брать интервью у этой самой мамы Путина. Он, безусловно, конечно, справлял день рождения, потому что, так сказать, ну, чего у него-то? Ему-то для него же это ничего не меняет. То есть, грубо говоря, у него в Сочи сейчас только-только вот он провел этот самый так называемый Валдайский клуб. Странно, почему, кстати, в Сочи Валдайский клуб. Но, тем не менее, значит, он там сидел, там есть Бочаров Ручей. Вот, хотя он, говорят, боится сейчас там быть продолжительное время, потому что ваши ракеты слишком близко летают где-то там уже. Беспилотники. Беспилотники уже были какие-то. И беспилотники морские там где-то плавают по Чёрному морю. Вот, поэтому вполне возможно, что он оттуда улетел в настоящий Валдай без всякого клуба. Вот, ну, безусловно, его поздравили все. Официальные лица, как это бывает, как это обычно, каждый губернатор, каждый чиновник на своём месте. Конечно, послал телеграмму там с поздравлениями и так далее, там, я не знаю, со всякими цветистыми словами. И в зависимости от того, от культуры этого чиновника, то есть это либо более-менее просто дежурные какие-то фразы, и кончая какими-то цветастыми там с восточными фразами, которые наверняка ему написал там Кадыров. И каждый соревнуется, какой ему подарок преподнести, кто там коня, значит, чисто чистокровных кровей, каких-то чистокровного какого-нибудь коня подарить, кто ещё чего-нибудь, кто собаку, кто золотые часы, кто платиновые часы, кто ещё что-то. Так что в этом смысле, конечно, у него там и подарков много, и поздравителей много. Другое дело, что я вам напомню, что 23-24 июня, когда Пригожин со своими вагнерцами шёл на Москву, не было ни одного человека, вот из тех всех, тех, кто сегодня в субботу поздравлял его, никто из этих людей не вышел его защищать. И это Путин сейчас уже откровенно понимает. И он это точно совершенно знает. Другое дело, что он, конечно, себя убеждает, что всё нормально, всё хорошо, всё замечательно, но червоточинка у него, значит, в мозгу уже сидит. Потому что это стало понятно всем, что никто не вышел защищать. А теперь, конечно, они будут соревноваться, кто из них краше его, значит, опишет в этих поздравительных адресах, кто ему наилучший подарок представит и так далее и тому подобное. Самый лучший подарок, я напомню, был в прошлом году, когда Служба безопасности Украины поздравила подрывом Крымского моста. Это, к сожалению, произошло уже на следующий день, но всё же, я думаю, Путин оценил это поздравление. А по поводу этих своих, которые его поздравляют, но не готовы защищать, а они могут его убить? И если всё-таки да, то через сколько мы об этом узнаем? Узнаем ли вообще, если брать во внимание, количество двойников? Ну, насчёт подарков в прошлом году, да, этот подарок был, конечно, значимый, но, с другой стороны, я вам напомню, что на него и ответ был значимый, потому что Путин тогда назначил Суровикина во главу специальной военной операции, и начиная с понедельника 10 октября Украину стали бомбить сотнями ракет каждую неделю по понедельникам, вторникам, потом перерыв, потом опять понедельник, вторник, среда, бомбёжки и так далее. И за это, в общем, так сказать, Путин по полной рассчитался с Украиной многими-многими жизнями. Так что в этом смысле подарок бывает, бывает он и аукается тому, кто ему преподносит такой подарок. Но, значит, в принципе, Путина, конечно, могут убить в его окружении. Вообще, если Путина кто-нибудь может когда-нибудь убить, то, скорее всего, это будет в окружении. То, что есть люди, которые недовольны его политикой, считают, что он всех ведёт в могилу, такие люди, безусловно, есть. Мы слышали уже даже разговоры Иосифа Пригожина, то есть не Евгения, а Иосифа Пригожина. Композитора, продюсера. Продюсера, продюсера. То есть, в принципе, это, скорее всего, не единичные заявления. Другое дело, что то, как быстро нам это сообщат, это в зависимости от того, как быстро они найдут консенсус, кто вместо Путина сядет на трон. Потому что, если это всё дело будет по стандартному классическому варианту, когда консенсус сразу быстро найден, тогда просто мы знаем, что по Конституции на его место садится Мишусин, и в течение трёх месяцев он должен организовать новые президентские выборы, и дальше уже мы будем смотреть, кто будет выдвигать свои кандидатуры. В кандидатурах, кстати, недостатка нету, может быть, любой чиновник класса может выдвигаться. Я так думаю, что и Медведев выставит свою кандидатуру, и Собянин может претендовать, и сам Мишустин, как премьер-министр, и Володин, представитель Государственной Думы, и Матвиенко, и руководители каких-то политических партий. Мало ли кто может претендовать на это дело. Другое дело, что мы понимаем, что, скорее всего, будет какой-то, на самом деле, не настоящие выборы, а будет какой-то закулисный торг людей вокруг Путина, типа Патушева, Бортникова и так далее. В зависимости от того, за кем станут силовики и армия, за кем станет МВД, за кем станет Росгвардия, вот тот человек и будет поддержан, та кандидатурой и будет поддержана. И вот насколько быстро это они сделают и будет заключаться, и будет зависеть, кого они нам подсунут. Потому что, если у них будет, начнётся раздрай и шатание, и они начнут друг с дружкой там грызться, вот тогда нам могут подсунуть какого-нибудь там двойника, который, на крайней мере, на этот период призван будет просто затыкать дырку, чтобы, так сказать, дать им время для того, чтобы найти устраивающее всех решение. Сергей Олегович, огромное вам спасибо за этот стрим, спасибо за то, что вы присоединились к нашему эфиру. Я желаю вам хорошего дня и напомню, что Олег Жирнов был с нами на связи. Вы, друзья, пожалуйста, поставьте свои лайки, напишите свой комментарий, можете даже написать поздравление Путину, всё, что желаете ему. Ну и, конечно, буду вам очень благодарна за подписку на 24-й канал и на YouTube-канал Сергея Жирнова. Его вы можете найти в описании под этим видео. Всем спасибо за внимание. Желаю только хороших новостей. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова Субтитров А.Егорова Субтитров А.Егорова Субтитров А.Егорова Субтитров А.Егорова Субтитров А.Егорова